Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня воскресенье. Мы пойдем на фильм, называется «Вечная жизнь». Это японский фильм, что-то о супружеской паре, у которой все было тути-фрути, но в какой-то момент происходит какое-то событие, которое делит их жизнь на до и после, и все меняется в их жизни. Такой довольно неконкретный сюжет, вообще непонятно, что там будет. Надеюсь, что интересно хотя бы. Мы пришли в «Додо Фикс», и тут очень неплохо вот этот вот цитр с чаем. Но и таежный чай тоже мало. Я сейчас вообще расскажу о фильме, но давайте сначала посмотрим на вот это здание. Ну, такое интересное. Я вам вчера так и не рассказала впечатления о фильме. Итак, этот фильм, он очень о многом. Он и о горе, и об утрате, и о родительстве, и о расставании, и об измене супружеских отношениях в целом, и о том, как, например, родители одного супруга могут не принимать другого супруга, и о теме беспомощности, как люди, которые... Некоторые люди своей беспомощностью могут, не говоря ничего, манипулировать другими людьми. И о лжи этот фильм. И действительно, настолько много тематик, и даже сложно вычленить какую-то основную. Хотя вначале ты понимаешь примерно, какая главная тематика, но чем больше смотришь, тем больше понимаешь, что спектр раскрываемых в личной жизни, тем он настолько обширен, что ты чувствуешь, что коннектишь со всеми ими потихонечку, пока смотришь этот фильм, но не можешь закрепиться на какой-то одной конкретной. И сразу хочу предупредить, что если вас триггерит, когда в фильмах происходят какие-то плохие вещи с детьми, то лучше этот фильм не смотреть, потому что он вас, конечно, расстроит очень сильно и напряжет. Так что там есть такой моментик, не буду говорить, что именно, но он есть. И интересный момент в этом фильме — это то, что в какую-то секунду ты сначала смотришь как будто бы драму, а потом резко переходит жанр в комедию в каком-то моменте, ты такой «Что происходит?» Да, и даже если уточню, смотришь, а ты смотришь как будто японскую драму, потом вдруг начинается корейская комедия, и это так внезапно, но мне понравилось. В целом мне фильм понравился, но не гарантирую, что понравится вам. Он довольно-таки специфический, но хотя там очень тяжелые вещи вроде бы происходят, он не оставляет после себя какого-то тяжелого осадка. Вот это то, что я могу вам сказать насчет моих впечатлений. Что касается сегодняшних планок, то мы встретимся с подружкой и пойдем погуляем, и, возможно, мы сходим в ОМГ-кафе. Я в него вообще еще собиралась на свой день рождения сходить, но в итоге не сходила. Может быть, сегодня получится, не знаю. Вот, наверное, есть личка. Да. Это маленькие? Это... Я впервые вижу вот таких уточек маленьких. О, это утята! Круто! Это мама утка? Круто! Вау! Мама. Да. И болот пришел. Отдохнула и пошла. А сейчас я хочу вам рассказать кое-что, о чем я уже говорила на бусте, но тут еще речи об этом не заводила. Итак, дело в том, что я сейчас начала учиться на психолога, прохожу курсы профессиональной переподготовки, потому что эта мысль утеплилась во мне уже какое-то время, это не какое-то внезапное откровение, которое пришло ко мне только сейчас, это постепенно во мне грелось, грелось, раздувалось, и вот вырвалось наружу, можно так сказать. Мне кажется, это какая-то такая сфера деятельности, в которой я действительно смогу раскрыть какие-то свои таланты, в которой я смогу проявить себя с лучшей стороны. Конечно, посмотрим, но я надеюсь, что так и будет. И могу уже сказать, что учиться мне интересно, учиться мне классно. И я пока чувствую, что да, я, наверное, в пути, хотя не так много времени прошло, но прошло, знаете, сколько? Два месяца. Два месяца я уже учусь, и могу сказать, что все идет по плану, все идет так, как должно идти. Интересную вещь, я вам расскажу кое-что, что, возможно, вас не шокирует, но меня привело в легкое такое ощущение удивления. Даже нет, не легкое, почему легкое, а сильное ощущение удивления. В общем, я узнала из дисциплины общей психологии, что такая вещь, как темперамент, а темперамент — это то, насколько ты интроверт или экстраверт, то, насколько тебе комфортно быстро справляться с какими-то там заданиями, то, насколько ты легко переключаешься там с одного здания на другое. Ну, многое, что касается темперамента, тут каких-то четких границ-то и нет. И вот в чем дело, в том, что это, оказывается, преобладает мнение, что темперамент — это врожденное, это что-то, что обусловлено биологическим строением твоей нервной системы. И я такая, что? То есть, получается, какие-то мои черты, которые, возможно, мне оказались проблематичными, оказывается, они не контролировались мной, возможно, это было что-то как раз-таки, что было заложено во мне природой, что было со мной с рождения. И это свидетельствует о том, что на самом деле, сколько бы вам ни говорили, что можно полностью поменять себя, что-то все равно останется. И я узнала, да, что если, например, ребенка заставлять менять темперамент, чтобы ребенок становился не таким, какой он есть, это может привести к дальнейшим неврозам и очень плохо сказаться на собственном становлении этого ребенка. Но я думаю, в возрастном возрасте тоже, если будет прям кардинально менять свой темперамент, это не очень хорошо. И это на самом деле такое откровение, то есть, получается, действительно, ты не можешь полностью себя переиначить. Но это не отрицает того, что ты можешь становиться лучше. Просто есть какие-то вещи, которые поменять, скорее всего, нельзя, и какие-то вещи, которые менять и не нужно. То есть, во многом ты уже такой, какой должен быть, и ты не должен ради других или ради каких-то общественных мнений себя перекраивать. Нет. И, конечно, может возникнуть вопрос, Алиса, а что тогда, вот в чем тогда разница между тем, как мы справляемся с темпераментом в детстве, например, темперамент, это еще какая-то вспыльчивость, тоже касается этого темперамента, как мы справляемся, живем с тем темпераментом в детстве и во взрослом возрасте. В чем разница? То есть, ты хочешь сказать, что всю жизнь мы должны просто болтаться вот так вот в этом темпераменте, полностью полагаться на него, никак себя не контролировать, вести себя как малый ребенок, только потому, что там захотелось крикнуть на кого-то, ты кричишь «нет». Дело в том, что с возрастом ты учишься лучше понимать, как тебе жить с этим темпераментом, как владеть собой. Ты уже можешь сделать выбор не так, например, агрессивно, среагировать на что-то, что тебе не понравилось. Ты уже можешь найти какие-то причины для того, чтобы расстраиваться меньше. То есть, темперамент еще касается того, как ты часто впадаешь в печали, вот это все. То есть, ты уже можешь выбрать для себя причины не так быстро расстраиваться, или, возможно, вообще не расстраиваться по той одной и той же причине, которая могла в детстве тебя ввести просто в слезы, но в взрослом возрасте ты уже научен понимать, что есть какие-то основания все-таки не впадать в настолько упаническое настроение. То есть, да, с возрастом ты учишься все лучше и лучше обходиться с тем или иным темпераментом, который у тебя есть. Так что, можно совершенствоваться, можно развиваться, но при этом нет никакого смысла пытаться стать там из интроверта в экстраверта, или там стать супер самым позитивным человеком на свете, который всегда такой на позитиве, который всегда в энергии солнечной. То есть, да, ты можешь стараться чуть-чуть стать позитивнее, да, да, ты можешь стараться легче воспринимать какие-то жизненные трудности, но если ты не человек позитив, возможно, это часть твоего темперамента, и, возможно, тебе совершенно не нужно пытаться себя перестроить. Вот что я хотела вам сказать по этому поводу. В последнее время я постоянно, постоянно оказываюсь там, где маленькие уточки, что-то они все спрятались. Ну, уточки. Ну, вот, короче, они тут, но их не видно. Такие малышки. наши плюсы, конечно, хотя мы, то есть, кто-то заст� А я сейчас во Владимире у родственников на выходные. И мы сейчас идём исследуем какой-то новый, принципиально новый район. Беру вас с собой. Представляете, какой вид из... О, губы пролетел прямо надо мной! Да, какой вид из этого дома! Офигенный! Вот такая панорама открывается. Как называется это место? Таниево парк. Вот какой симпатичный домик, но близко подходить не буду, потому что написано злая собака. Я не знаю почему, но что-то вот в этом есть. Вот что-то в этом есть. А вот, например, жуткое место, потому что написано где опасно газу, и тут же детская площадка. Это вообще как-то прямо, ну, опасно. А это прям такой суздальский вайб. Суздальский. Как же я обожаю такие названия улиц. Вишнёвая. Просто вишнёвая. И какая вывеска симпатичная с вишенками. Просто кайф. Сейчас мимо приехали два мальчика на велосипедах, и появилось как будто бы желание почитать Стивена Кинга. Внезапно. Хм. Ну, потому что такой вайб, какие-то друзья, дети, Стивен Кинг. Нет, всё логично. Какой домик интересный. Вроде бы уже мы всё посмотрели, где не были. Сейчас уже переходим на территорию обследованную. У меня Владимир ассоциируется с мальвой. Я почему-то тут всегда встречаю очень много этих цветов. Вид, пробуждающий желание жить практически. Вот тут прикольно жить в этом домике и смотреть на вот такой вид. Шикарно. Особенно если ещё там обустроить такую веранду. Ну, что-нибудь такое в итальянском стиле. Такое шикарное. Неожиданно из-за дерева показалась коза. Она просто созерцает этот мир. И кажется, мы уже встречали бабушку, которая хозяйка вот этой и других коз. Скорее всего, это та же. Ой, какая, какая козочка. Привет. Красавица. Такая симпатяшка. Очень фактурная козочка. Пришли в сосенки. Правда, гармонию нарушает то, что тут какой-то тамада немножко кричит на заднем плане. Но да ладно. Я вроде не показывала летние сосенки. Они, между прочим, очень красивые. А это просто очень странный дом. Он такой внезапный тут. Да. Кто-то фанат лягушек. Просто красивая. Идёшь, идёшь, вроде обычная стена. И тут... Смотрите, какая милота. Это прекрасно просто. Хотела бы с вами поговорить по поводу книг, которые я прочитала за недавнее время. Это две книги Коллин Гузер. «Всё закончится на нас» и «Все твои совершенства». Сначала по поводу «Всё закончится на нас». Честно говоря, мне эта книга не поразила настолько, насколько могла бы. То есть, понимаете, там в центре внимания тема домашнего насилия. И это вопрос настолько сильный, что, мне кажется, любая книга, за основу которого взят вот такая сюжетная линия, такая книга, она изначально с огромным потенциалом. Но, мне кажется, Кулин Гуэр не раскрыла его до конца. То есть, получилось немножко слабовато, на мой взгляд. И героями как-то не особо привязались. Честно говоря, вот между нейроматической линией, мне кажется, основано исключительно на каком-то взаимном влечении. И всё. И не обосновано больше, почему они вместе, почему они друг друга любят. Просто что-то встретились, и всё. Можно сказать, в первом взгляде влюбились. Потом ещё пару раз случайно встретились. И вот она, любовь. Ну, такое. Не люблю, когда так. И поэтому мне показалось это непроработанным. Вот. И после этой книги я подумала, ну, это было нормально. Это было нормально. Ну, не разделяя восторгов, которые некоторые люди изливают на творчество Кулин Гуэр. Но я уже к тому времени купила, ну, это в электронном формате, и вторую книжку Кулин Гуэр «Все твои совершенства». И подумала, ну, прочитай её, потому что про «Все твои совершенства» я слышала вообще восторженные отзывы. Я уже подумала, ну, вот, надеюсь, она меня сразит, поразит, восхитит, очарует. И, ребята, мне понравилась эта книга. Она, знаете, для меня стала эдаким эталоном современного любовного романа. Если бы все современные любовные романы, хотя бы по большей части, были такими, я бы их читала намного чаще, чем читаю сейчас. В центре внимания этой книги проблема бесплодия. Главная героиня, она очень хочет завести детей, очень. Её зовут Квин, если что. И, ну, проблема в том, что у неё не получается. Но ещё и к тому же, по некоторым причинам, они с партнёром не могут приёмных детей удочерить или усыновить. Вот, поэтому её мечта так остается нереализованной. Но при этом надо заметить, что она прямо очень сильно сконцентрирована на этом вопросе. У неё как будто все жизненные силы направлены на вопрос рождения детей, и она очень сильно страдает по этому поводу. Кому-то может показаться, что она слишком на этом зациклена, но мне так не показалось. Я прямо почувствовала, что да, такое может быть, такое может быть в реальности. Я могу себе представить такую женщину, которая не может завести детей, и которая отчаянно желает стать матерью. Я могу себе это представить просто легко. Поэтому в этом плане книга показалась такой реальной, настоящей. В принципе, главные герои мне уже больше здесь понравились, гораздо больше, чем в «Всё закончится на нас». Всё ещё не хватает обоснования их отношений, на мой взгляд, но уже получше. Они какие-то поприятнее, подушевнее. Были какие-то некоторые кринжовые моменты, типа, вот, ты моя судьба, бла-бла-бла. Но это не так критично, их можно пережить, ничего страшного такого, нормально. Мне кажется, в кринжовых моментах было больше всё закончится на нас. Такие кринжовые моменты насчёт отношений, скажем так. Я думаю, вы понимаете, о чём я. Но «Все две совершенства» мне показались очень психологичной книгой. Там глубокое погружение в психологию отношений, мне это очень понравилось. Особенно финальная часть, это прям... Я не расплакалась, но я понимала, на каких моментах серьёзно можно расплакаться, и прям точно-точно можно выплакать много слёз. Хотя из меня книга не выпила слезу, но могла бы, я верю, что могла бы. И эту книгу я действительно могу вам посоветовать к прочтению. А вот всё закончится на нас, ну, я не могу посоветовать. Если вы хотите что-то посмотреть или прочитать на тему именно домашнего насилия, то то, что я точно могу порекомендовать, это японская дорама «Last Friends» «Последние друзья». Она просто шикарна. В ней поднимаются и другие важные вопросы. И интересно, что вышла она то ли в конце 2000-х, то ли в начале 2010-х. Но она очень современно для своём времени раскрывает эти темы, и не верится, что это настолько на самом деле уже старая дорама. Вот прям посмотрите её, она произведёт на вас большое впечатление. Кроме меня, да. И вот у меня появилась такая идея, может быть, мне почитать какие-нибудь книги «Колин Гувер» на английском, не знаю почему, но на русском. Почему-то кажется, что не особо хочется, а вот в оригинале я бы её почитала. Но при этом я знаю, что остальные её книги, они более слабые. И это, конечно, расстраивает, потому что мне не особо хочется тратить время на прочтение более слабых романов, чем «Все твои совершенства». Вот, ну, может быть, если я, например, в «Бугвариш» приду и там найду «Колин Гувер», я бы купила. Но вот, именно в оригинале я бы, может, почитала что-нибудь ещё о «Колин Гувер», но на русском, наверное, нет. Ну что, у нас состоялось первое занятие в лаборатории Верлибров. Мне очень понравилось, это было интересно, классно. И такое странное чувство оказаться в одном онлайн-пространстве с людьми, которые тоже пишут стихи, и провести несколько часов, сосредоточиваясь именно на этой теме, когда мы говорим об этом, обсуждаем это, творим это, и это было очень классно. Сейчас я вам прочитаю стих, который надо было написать за 15 минут. Нам дали тему «Я в тупике». И вот, что у меня получилось. В чате мессенджера, украдкой на ушко, отчаянным скрипком, открыткой по паст-кроссингу, постом в соцсети выражаю одно. Я в тупике снова. Осознание пришло, как доставка еды с курьером, только с блюдами из тех овощей, которые не ешь. В ресторане ошиблись, такое бы просто выбросить, но оставляешь. Ешь, давишься, настреваешь на ровном месте, и злая мысль откуда-то с потолка. Тебе там самое место. Корчишься, вырываешься, мечешься. Было вообще так волнительно послушать мнение преподавателя и других участников. Там одна девушка тоже высказалась по поводу моего стиха. Это было очень интересно. Вот, кстати, интересный факт, что я попала в группу к писателю-поэту Дмитрию Данилову, а я была на его лекции на книжной ярмарке фанфикшен. То есть, если вы посмотрите мое видео «Недель чтения эксклюзивной классики», то он там даже есть пару секунд, потому что я была на лекции по поводу его фантастического допущения, впрочем, по-моему, тематика была. И это такое совпадение, что я была на его лекции, и тут хопа, я в группе. Да, классно. И он сказал, сразу нас предупредил, что он больше смотрит на поэзию, как на что-то, что для него больше, чаще выражается из точки боли. То есть, он предпочитает не когда всё полно надежды и позитива, а когда всё-таки всё более в мражных тонах. Но это лично его взгляд не значит, что он не воспримет, если мы напишем что-то именно такое светлое, радостное. Это он просто рассказал о своих предпочтениях. Здоровый образ жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие подписчики, это конец блога Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вы хорошо провели время Всего самого наилучшего До свидания Субтитры сделал DimaTorzok